напоминаю нас гостях сергея крапива оленька любимая сергея крапивы остановились на теме кино 2 фирма назвал давай жена жги я вспомнила когда жена знает лучше что любит так сереж ты любишь это три перепутал один плюс один мы вместе смотрели тоже очень понравилось смотрел запоминайте еще один да нашим любимым брэдом пиром энтони хопкинс это культур актеры что это вообще даже обсуждать очень сложно но вот-вот я попросил уже поля я не могу не задать такой вопрос уже пока сереже здесь нет вот чтобы вообще без тебя дело понятно что в принципе чтобы он делал бил с головой об стенку думал где ты да вот ты вообще представляешь свою работу даже вот в рабочий момент какой-то помогает чтобы ты без нее делал вообще не представляю если честно в нашей ситуации у нас есть некая идиллия мы очень сильно помогаем оба смотрим в одну сторону но это это очень важно когда человек занимается какой-то определенной профессии и вот его вторая половинка абсолютно вообще с этим ничего не связано то есть если у них конектов это никак не да ты вот кино то модель учиться рон но при всем хотела тупо модель бы школе похоже извините как заправлю и она во всем всегда мне кажется это очень настолько ценно потому что то что я могу делать один это конечно понятно но вместе она всегда и подскажет например допустим ему нужно выучить роль он ее учит а потом мы с ним вместе прорабатываем и я как бы непрофессиональный редактор 1 до 1 1 слушать и директор тоже который отвечает на все письма на все один качество отделка кстати хотел спросить лишь крапивы это фамилия псевдоним или диагноз от фамилии псевдонима от призвания но фамилия крапивницы а ну крапива тебе идет особенно нормально это однажды мне в москве человек силы и руна какой-то придумать всегда минутам или что-то на какой-то типа там сергей там вау крапиву тебе так это же не фамилия это вот мы просто запал и это самое крутое не это реально просто по-русски настолько просто душевно это просто душевно запоминается цепляет опять крапиву и все всегда употребляют крапиву друзья мои употребляйте крапиву и будет вообще не понравилось фразы все всегда употребляют крапиву дамы господа мы как всегда в прямом эфире вы смотрите ток-шоу кипяток на юмор тиви так как мы работаем прямом эфире вы можете задавать вопросы нашим гостям по телефонам прямой линии 8 4 9 5 2 7 6 2 9 4 9 а также в нашей группе вконтакте юмор большими буквами по-русски пробел тиви по-английски серёж ты же у нас еще и топ-модель я не побоюсь этого слова мы уже нарядом давай уж рассказывай как ты туда попал случайно ну знаешь вот это вот случайно шоу по улице бах на подиуме да нет на самом деле все было очень просто я был постановщиками такой певицы лена 8 прекрасно помним без тв это было голос мансерат кабале брала у нее уроки я помню момент когда титамир с ней в дуэт на выступали в ласкалия мы собирались снимали стадионы собирали что-то было ну и на наши так сказать творческий процесс студию пришел известный стилист то решим настоящее времени стилист стал пугачёв я знаю пугачёв на стоп модель номер один вот как раз алишер был инициатором всей моей дальше карьеры как связаны с модель индустрии он и очень посоветовал взял мне телефон на тот момент он был редактором насколько я помню журнале он вот и мне предложили через неделю сняться на ложку он вот так началась моя модельная карьера пошло по накатной сначала сносу но он потом нужно было как фото модели там же тоже как-то градации и так как по моделям ну как правило да я фото потому что рост у меня я не могу сказать что там сто восемьдесят рост но не подиумный рост да просто не модель ручки можно за столу сейчас есть уроки на шпильках вот мужчины перед мужчиной преподаю вам это не надо так расскажу можно подучиться вот у нас на шпильках ходить до знакомый один есть тоже ведущий зачем ему на шпильках ходить он учит молодых девушек ходить на шпильках правильно ну что это круто это скорее всего но есть другой вариант что понимаешь это виднее может быть как мы ходим девушки может быть он крик честно сказать я могу сказать нет на на шпильках ходит так чтобы уходит подойти погладить по головке пожалеть не мучайся солнышко с ними один разоке ходи как человек ноги разгибаться буду потому что не такая погода на реакцию просто дождь и чтобы быть выше на шпильках ходит на шпильках хорошая эта тема такая дождь а потом учить девушек ходить на шпильках на дому целые семинары делают это как вот отдельная такая не нашу волна на нашу не на шаге пусть они мы все не шпилик нормально себя чувством да у нас неподимый рост зато сергей не ходит на шпильках зато у него жена красавица ему это ему это не надо серёж вот такой важный пласт твоей жизни то с чего началось сегодня утро и вообще это танцы когда начал танцевать помнишь да помню конечно я 6 до 16 лет занимался спортивной гимнастикой о чем там спорт спорт две-три норки в день и вот я был там конкретно профессионально спортсмен спортивная гимнастика что именно вольный конь кольца прыжок брусит прикладные 6 а 6 снарядов художественной гимнастика партнер не оказалось что есть какая-то градация или ну не сейчас вот допустим сегодняшнее время уже вот сейчас на бой отдельно ждал часа чем-то в коне такой как я за кого нужно раньше спортивная гимнастика это было 6 конкретно видов это вот конь кольца прыжок брусит прикладные вольные упражнения вот сейчас это естественно можно конкретно заниматься на сколько я знаю вольными упражнениями по макробатика быть там профессионально на кольце ну если честно можно если человек занимает спортивная гимнастика он будет осваивать все 6 этих видов вот поэтому что можно сказать потом я потерпел травму потерпела терпел получил получил травму хорошо жена еще и редактор за счет текста до текстовой очередь у течки текстовый редактор у меня 4 было по русскому мне приходит не поле контура все хорошо в один раз в двойку получил это тогда поведение до вопроса с коня упал деревянного это сбросит спрыгивал вот и что касается танцев это на мой взгляд было всегда во мне внутри всегда нравилось танцевать и когда я сломал там руку на гимнастике так курьезный случай произошел я долгое время там не мог восстановиться и заниматься обратно спортом и как-то вот раз получилось так что в школе все равно да по деятельности было модно хип-хоп там все как-то раз то есть ты еще успевал вот две-три я позашу гимнастикой кто занимается очень насыщенно есть дети как он с лагеря не потому что вот фигурный когда не гимнастика самый я могу сказать что это очень круто что гимнастику что мои родители отдали меня туда потому что гимнастика задала мне некий наверное правильный ритм жизненный сделал из ну как бы вам не задержишь виду спорта конечно гости же смотрел фильм мирный воин посмотри запомните друзья мои и про гимнасту мирный воин мирный новый фильм это просто вспомнил посмотрели очень тебе очень понравится и ты решил потанцевать эти сломали сломали руку и с одной рукой то можно сразу один все танцы пошло 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 поехали так даже ты у тебя рука в гипсе ты сказал я сейчас не могу могу были некие проблемы это после падения стукнул ты его пришел я осенил это так называемый языках начинает но просто травма была серьезная полтора месяца восстанавливался просто уже в 16 лет уже надо задуматься до серьезно на жизнь дальше 16 лет уже надо что-то делать что правило там пошло уже артиллерийское училище и танцы колбасил до встречи с талантливый человек талантливый во всем надо просто подходить на мой взгляд правильно я считаю что 8 если мне приходится заниматься там теннис большой теннис у меня есть основа есть база не которая спорт заложил поэтому нет не знаю все дает такой форхан ты знаешь да не дается проще чем нежели допустим человек который не занимается этим не естественно дается проще гимнастической базой когда я попал в кино когда там начались какие-то трюки любые сам естественно когда началась вот эта вся история с единоборствами то можешь бог сможешь что можешь все может по стенке пробежать прыгнуть не настолько стал это интересно что я могу воспользоваться и применить наконец-то то что уже давно так сказать лежит на полке мне это очень просто помогло и и в кино и в танцах друзья мои дорогие кино дело день и кино не делали и кинодеятели деятели киношных искусств и готовы просто смотрите он же артист танцует гимнаст вы нанес экономите на каскадерах вот прекрасный человек до конное поло чего стоит он может с конями в пол играет в чем гимнастическими конями просто ну а пока серебро мими и мы скоро повернемся а мы вновь прямом эфире позитивные в наши вы смотрите кипяток на юмор тиви у нас гостях сергей крапива и ольга сереж а чем ты вот на данный момент занимаешься помимо того что мы перечислили ты снимаешься в кино тебя фоткают для глянцевых журналов как красавца неописуемого танцы я знаю что ты преподаешь но есть еще какая-то работа вот расскажи я-то знаю еще некая ветвь наши еще машина нашей темы это промоутерство и я промоутерство понимаешь чтобы я тоже не материшься да ты когда я являюсь промоутером облегчил то есть не промоутер стать первым промоутером ресторан марадонна ресторан марадонна это рядом с охлой лазер баку где собираю всех своих друзей с ним на фоне поэтому они ходить к нам туда это лучше не знаю атмосфера классные позитивные люди ты за это отвечаешь до конца от москвы прямом эфире это сказал отвечу я здесь никто не тянул марадуре у вас классно так вот и мы те люди наши промо отвечают за то чтобы людям было действительно классно действительно это арт-директор так вот можно и там сказать ну вот что у вас вот интересно было в последнее время какие вот у нас была программа саджиган на той неделе было классно очень весело позитивно очень много народу красивые девушки сейчас очень много красивых девушек не хватает мужчин мужчин мужики нас нас не хватает вы понимаете это сейчас вот повезло просто у нас в студии h2 на одну красивых мужчины вот понимаешь а так не хватает кто еще у кого еще можно вас увидеть случайно случайно оказавшись марадонне кому угодно можно футболисты встретить хоккеистов к нам ходят все все самые самые творческие позитивные формат какое заведение вас это ресторан клуб это ресторан который ночью уже ближе по ночи он превращается до клубную ветвь сейчас же модно не не в клубах даже не клубы открываются часто больше рестораны которые где можно и попить переводится просто полярный формат крик ночью просто покушал и пошел домой а если ты покушал и уже чувствую что все способствует мы создадим ту атмосферу танцуем на столе а вот он сейчас говорил там про красивых девушек там и так далее ты так это нормально вообще так и просто но я же знал повезло ты порезет на латипы зло куда и жена красавица это видео она тебе все напоминает ошибки твои орфографические грамматически исправляет говорит куда тебе ехать чё тебе делать знает что ты любишь какие фильмы называют ты любишь так пауза вот такой вот должно нужно а все почему то что смотрите в одну сторону как раз есть мои дома друг на другу же хочется плашетом далее надо я понимаю тебе на мой взгляд должно быть просто понимание внутри потому что если когда зло вместе уже 5 это срок 5 лет это срок ребенку 3 года прекрасно сын как зовут майк майк но хотели назвать меня в честь меня спасибо это было очень приятно я помню 5 лет назад я звонил и говорил через два года родится сын хотим назвать михаилом да но я сказал чтобы не это ну друзья мы будем потихонечку прощаться ты можешь обратиться ко всем своим друзьям поклонникам знакомым сказать пару слов в прямом эфире без сезурой друзьям и все те кто меня знает я приглашаю вас в гости ресторан марадона где ну подарю настоящую теплую классную атмосферу вот об этом напомнит а я михаил кастанян проконтролирую потому что я приду туда с вами вот слушаем музыку